В Балаковском политехническом техникуме зародилась хорошая традиция – ежегодно проводить Олимпиаду по химии для школьников. Ученики девятых классов, которые выбирают этот предмет для сдачи общего государственного экзамена, могут показать свои знания не только в теории, но и на практике. Очень отрадно, что каждый год количество участников увеличивается. И уже сегодня, здесь и сейчас 31 талантливый ребенок из 15 средних образовательных организаций города Балакова будет принимать участие. Сама Олимпиада состоит из двух этапов. Первый – заочный. Он проходит в школах, где ребята выполняют теоретические задания. Ученики, набравшие наибольшее количество баллов, становятся участниками заключительного этапа, который проходит в техникуме. Задания для Олимпиады придумывают опытные педагоги. Мы с ними сотрудничали активно. Они нам предлагали задания, которые бы можно было продемонстрировать детям. И мы уже отбирали более интересные и решаемые. Разделившись на группы, будущие химики приступают к выполнению заданий. Для того, чтобы решить задачи в теоретической части Олимпиады, отводится полтора часа. И, как говорят сами ребята, это оказалось несложно. Помогла подготовка к ОГЭ, во время которой школьники очень много времени уделяют именно теории. Большинство учеников с химией не справляются. То есть сложный предмет? Да, сложный предмет. Мы в школе мало занимаемся практической частью. Не было с ней достаточно труда. А с теоретической частью достаточно просто. Потому что мы в курсе подготовки к ОГЭ именно больше акцент делаем на теоретическую часть. Вот обычные школьники, решающие задачи по химии. А вот уже настоящие лаборанты соединяют химические вещества, вызывая реакции. На эту часть Олимпиады также отводилось полтора часа, за которые надо было не только провести опыты, но и затем описать их. Были написаны соли, реактивы. Надо было их различить. Чтобы осадок попадает, как газ выделяется или растворяется осадок. Практическая часть давалась участникам Олимпиады сложнее. И дело не в нехватке знаний. Педагоги, которые были в жюри, объяснили это малым количеством уроков химии в школьной программе. Тем не менее, большинство ребят справились и с этим этапом. Сюда же пришли лучшие. У них был отборочный тур. Поэтому задания, на мой взгляд, достаточно интересные и достаточно сложные. Мне кажется, в память у них останется практический тур, потому что они работали сегодня на профессиональном, можно сказать, оборудовании. Участники Олимпиады – девятиклассники, которые сейчас стоят перед выбором учебного заведения для получения профессии. Кто-то пойдет в десятый класс, но многие продолжат обучение в техникумах и колледжах. И поэтому Олимпиада – это не просто возможность закрепить знания по химии, но и определиться, куда поступать. Кто-то из ребят, возможно, посмотрев на техникум, возможно, придет сюда учиться дальше. Ну или, в конце концов, расскажет своим одноклассникам о том, где он был, насколько это интересное учебное заведение. И, возможно, кто-то сюда придет по их рекомендации. В Балаковском политехническом техникуме для будущих химиков открыты две востребованные специальности. Они появились, исходя из запроса предприятий. Лаборант химического анализа вообще везде востребован, на любом предприятии. Это и Балаковский апатит, это металлургический, это атоноэлектростанция, это водоканал. Везде должен быть лаборант химического анализа. А технологии плачевских масс и полимеров, ну, мы вообще живем в век технологий, где у нас все синтетическое, поэтому, конечно, востребованное. В Балакове много предприятий, на которых требуются специалисты-химики. Одно из них – Балаковский филиал АО «Апатит», который из своих работников растет буквально со школьной скамьи. И поэтому неудивительно, что именно завод по выпуску минеральных удобрений поддержал идею проведения Олимпиады. Будущих химиков там очень ждут.